Всем привет, меня зовут Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и наконец-то я вернулась к съемкам, наконец-то я вернулась к вам. Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал, писал мне добрые слова, желал выздоровления, это было нереально приятно, и огромное вам спасибо за такую клевую поддержку. Я действительно очень соскучилась по каналу, и сегодня у нас очень классное и интересное видео, и все потому, что у меня накопилось какое-то нереально большое количество продуктов. Я хочу для вас снять видео формата «Фавориты и разочарования» прошлого сезона, то есть весны 2021 года. Основная часть этих средств появилась у меня именно в этот период. Я расскажу про какие-то средства, которые мне больше понравились, какие-то средне понравились, какие-то стали разочарованиями. Также на многие из этих продуктов у меня уже есть отдельный обзор, и если таковой найдется, я обязательно укажу ссылку наверху. Но на многие из этих средств у меня какого-то отдельного обзора не было, я так и не выдала, скажем так, свой какой-то финальный вердикт и как-то пропустила. Поэтому именно сегодня я займусь тем, что расскажу вам все-таки про свои финальные впечатления, и скажу, рекомендую я эти средства к покупке или же нет. Ну что, давайте начнем с первой категории продуктов, это инструменты. Это непосредственно какие-то клевые штуки для макияжа, будь то кисти или же спонжи. И одним из самых классных спонжей, что появился у меня за последнее время, это вот такой вот спонжик от бренда Focalure. Мне его присылали в PR, и мне он безумно понравился. Это очень классный, бюджетный, качественный спонж. Я пользуюсь им уже довольно долгое время, активно, постоянно, использую для нанесения тонального крема, для консилера, для припудривания, для бейкинга, короче, для очень-очень многих задач. Мне безумно нравится, что он очень мягкий, он не забирает много продукта и создает тонкое покрытие. У него клевый такой инстаграммный розовый оттенок. Далее я хочу рассказать про мои фавориты кисточек. Это вот такой вот набор для глаз от бренда Sony G. Называется он Sky Eye Set. На этот набор у меня есть отдельный обзор, обязательно оставлю наверху ссылку. Если вкратце, то это очень классный набор, которым я пользуюсь постоянно. К нему безумно тянется рука. Это очень удобные пять многофункциональных кистей для нанесения теней, кремовых теней, для нанесения консилера, для всех мелких работ на глазах и вокруг глаз. Это просто безумно мягкий ворс козы, это просто идеальные красоты, крутая ручка, очень эргономичная, очень клевые формы. Короче, я про этот набор могу просто петь ему оды, мне кажется, по несколько часов. И в последнее время очень-очень часто им пользуюсь, особенно если нужно взять какие-то классные кисти универсальные с собой в поездку. И также одна небольшая кисточка, это Wayne Goss номер 20, тоже мне она очень-очень нравится. И по форме она как раз-таки похожа на Sony G Mini Booster. Это две вот такие вот малышки для складки, для затемнения. Особенно это актуально для тех, у кого нависшая века, потому что очень классно можно вот здесь вот затемнить вот эту вот точку, нависание и таким образом создать классную глубину макияжа. Также моим клевым приобретением из кистей за последнее время стал очень клевый набор с Алиэкспресс. Я вот здесь вот себе отделила кисти в такую вот сумочку и еще отдельно собрала те кисточки-фавориты, которые мне особенно нравятся. И я просто очень часто ими пользуюсь. Опять-таки на этот набор у меня есть отдельное видео, где я прям подробно рассказываю про каждую форму, какие кисти мне очень понравились, какие мне кажется менее клевые. И я не в первую очередь, скажем так, советую их покупке. И вот мои любимицы. Это несколько кисточек из белого ворса козы и также две вот такие вот малышки, более плотные для нанесения, например, теней во внутренний уголок глаза. Ну и также из обновок по кисточкам. Я себе приобрела несколько вот таких вот вариантов на сайте iHerb. Тоже у меня про эти кисти был отдельный обзор, но если выделить прям мои супер-фавориты, то, наверное, это будут вот такие вот две формы. Во-первых, это Real Techniques 201, в которой я сегодня наносила себе кремовый бронзер от Colourpop, про который чуть-чуть попозже расскажу и подробно покажу. И также очень классная кисть Angled Brush от бренда Denko. Они обе из синтетического ворса и вот эта форма очень необычная, она как бы скошенная, но при этом очень пушистая. И за счет этого можно просто в супер-дымку растушевать кремовые какие-то продукты, кремовые румяна. Получается супер-натуральный эффект и мне прям безумно нравится эта форма. Вот этим формам рука тянется чуть-чуть поменьше. Это Real Techniques 400, хотя она очень классная для румян, просто как-то я привыкла, наверное, больше румян наносить натуральными кистями, но все равно она очень прикольная. Я сегодня ей наносила сухой скульптор. Также вот такая вот плоская кисть для тонального крема. Это Foundation Brush от Real Techniques номер 209. Также малютка кисть от Elf Pointed Powder. Она с короткой ручкой и в целом у нее очень клевая форма, очень удобный такой ворс, но короткие ручки я не очень сильно люблю. Мне почему-то как-то больше нравятся длинные. И также одна кисть от бренда Manly Pro. Это вот такая вот плоская синтетика, при этом очень плотная номер 117. Она идеально подойдет для нанесения плотных тональных средств, для нанесения кремового скульптора, для нанесения кремовых румян. И для растушевки я бы взяла в тандем к ней какую-то уже более пушистую кисть. В принципе, она мне тоже нравится, но рука к ней на данный момент тянется не очень часто. Ну и последний продукт это вот такая вот расческа. Я знаю, что это очень странный продукт, как мне кажется, для этого видео. Но вы меня часто спрашиваете в комментариях про мои волосы, про то, как я за ними ухаживаю. Я, в принципе, планирую, наверное, в скором времени снять видео на эту тему. Но хотела вам рассказать, пока не забыла, про мою новую вот такую вот классную расческу. Это бренд, по-моему, называется Жанеки или как-то так. В общем, я все названия и ссылки обязательно оставлю ниже под видео. У меня вот такая вот синяя-розовая расческа появилась за это время. И еще черного оттенка. Она у меня лежит в ванной. Это, наверное, самая клевая расческа, которая у меня появлялась за последнее время. Потому что она для меня выполняет сразу миллион функций. Я ей просто расчесываюсь. И также я могу взять ее куда-то в поездку и прямо на нее вытянуть, как бы выпрямить волосы. Она одновременно круто их вытягивает. И еще круто на нее ставить объем. То есть вы ставите вот так вот расческу в корень и дуете вот в эти вот дырочки. И за счет этого у вас хорошо поднимается объем у корней. В общем, очень советую эту расческу. Действительно, она какая-то эргономически просто идеальная. Далее небольшой блок средств универсальных для подготовки кожи к макияжу. Вот такая вот линейка Jeju Fresh Aloe. У меня здесь тонер, который такой очень жидкий, водянистый. И вот такая вот эмульсия. Очень классно увлажняет. Прямо мне безумно понравилось. И на самом деле, хоть эта линейка с таким прям базовым увлажнением. То есть для вечернего и утреннего ухода я ей пользуюсь не очень часто. Но она у меня лежит здесь в съемочной и также я пользуюсь ей с клиентами при подготовке кожи к макияжу, для камеры, когда снимаю для вас видео. И в этом плане мне эта линейка очень понравилась, потому что у нее настолько базовая и легкая какая-то текстура, которая вообще никак не конфликтует с косметикой. То есть что бы вы ни нанесли после, любая косметика ложится намного-намного лучше. У нее очень свежий запах, такой прям приятный, немножечко даже как будто охлаждающее действие. И особенно это клево работает, когда у вас такая, как у меня, красная и реактивная кожа, чтобы предварительно успокоить. Кстати говоря, вот эти средства мне тоже присылали на обзор. И также на обзор мне были присланы вот такие вот патчи от Petite Fee. Это gold гидрогелевые патчи для глаз. Они у меня опять же лежат здесь съемочные, и я пользуюсь ими перед тем, как делаю макияж. Какой-то клевый макияж глаз, чтобы немножко разгладить эту зону. Я патчами люблю пользоваться исключительно для таких целей, чтобы как-то макияж ложился немного лучше. Потому что на разглаженную и увлажненную кожу и крем ложится лучше, и тон ложится лучше, и потом он как-то гораздо глаже выглядит. Поэтому я патчи воспринимаю как такой, наверное, экспресс что ли эффект. Эти патчи мне понравились. У них такое среднее количество эссенции, они хорошо держатся. Что самое главное, они не стекают с лица, потому что меня это безумно бесит, и это очень неудобно. Они хорошо крепятся на эту зону, и где-то за 15 минут просто идеально ее разглаживают. Но еще последнее маленькое средство для подготовки кожи, это вот такой вот кремик от бренда Good Molecules с сайта Beautylish. Это, насколько я понимаю, их такой домашний бренд ухода. Опять-таки я этот крем использую исключительно в качестве подготовки зоны вокруг глаз макияжу. Я как раз-таки сегодня им пользовалась. У него легкая гелевая текстура, и опять же он мне понравился именно для таких целей, потому что он не конфликтует с последующими средствами, с базой под макияж. Следующая категория средств, наверное, будет самая большая и самая обширная. Это средства для лица, тональный крем, консилеры, какие-то там бронзеры, румяна. Ну и начать я хочу с моего просто фаворита года и продукта, на которые у меня уже точно есть полноценный обзор. Это вот такие вот два новых кушена от бренда Moonshot. Вот в предыдущих фаворитах, по-моему, этой зимы, либо в фаворитах того года, я уже сейчас не помню, у меня были два других кушена. Это Perfection Balm и Glassy Fit. И за это время у меня появились еще две новые клевые версии. Это Micro Correct Fit Cushion. Это вот такой вот фиолетовый с очень клевым таким покрытием от среднего к плотному, с натуральным финишем. Как раз-таки у меня сейчас на лице этот кушен. Я его наносила для этого видео. В 101 оттенке. И также более такая, наверное, матовая версия для жирной кожи. Им я пользуюсь чуть-чуть реже. В обычной жизни я чаще вот этим пользуюсь. Особенно весной и летом он мне очень понравился. Что касается вот этой версии, мне нравится ей больше пользоваться как раз-таки здесь вот съемочной, когда мне нужна более матовая кожа. И это версия Micro Setting Fit Cushion EX. Оба эти кушена обладают средним покрытием. Можно наслоить до плотного. У них очень классный естественный финиш. Они круто смотрятся на моей сухой нормальной коже. Они круто перекрывают купероз. При этом все равно выглядят как-то в достаточной мере натурально. Потому что я люблю, когда все перекрыто, все красиво выглядит. Но при этом какое-то утяжеляющее покрытие меня особенно расстраивает. Потому что кожа у меня такая, ну, немножко имеет тенденцию к тому, чтобы выглядеть обезвоженной. И именно с этими кушенами моя кожа чувствует себя просто отлично. Ну и следующий тональный крем, который в целом мне понравился. Но не могу сказать, что он стал каким-то моим суперфаворитом. Скорее, немножечко все-таки разочаровал, к сожалению. Это вот такой вот тональный крем Givenchy Prisma Libra Skincare Glow. Не могу сказать, что он мне вообще не понравился. Сам по себе он очень красиво выглядит на коже. Он просто создает какое-то нереальное такое сияющее покрытие. При этом кожа выглядит очень здоровой, напитанной. Как будто бы вы вышли от косметолога. Но для меня такой небольшой минус, из-за которого я не могу пользоваться им часто. Это то, что у него довольно легкое покрытие. И мне не хватает его для того, чтобы перекрыть мой купероз, мою красноту. Поэтому в последнее время я пользовалась им не очень часто. Только в те дни, когда мне хотелось максимально тонкого покрытия. И он у меня жил даже в сумке для спортзала. То есть я его наносила после тренировки, чтобы куда-то доехать. И у меня была какая-то более-менее перекрытая кожа. Но, скажем так, не наглухо, а более такая естественная. Ну и еще один тональный крем, который также не совсем оправдал мои надежды. И не стал суперфаворитом. Но, тем не менее, я его с удовольствием забрала в работу. Это Collagen Butter Full Moist Foundation от бренда Farmstay. Это такой классический коллагеновый корейский тональный крем. С очень-очень легким покрытием, с увлажняющим финишем. Который все равно как-то остается на коже таким чуть-чуть липковатым. И поэтому мне он соло не очень зашел. Но мне понравилось его смешивать с какими-то более плотными тональными средствами. Опять же, для себя на каждый день он мне не очень подошел. Потому что мне не хватает в нем достаточного количества пигмента, чтобы перекрыть купероз. Но, допустим, для работы с клиентами, чтобы облегчить покрытие. Или для тех, кто любит прям очень-очень-очень тоненькое покрытие. Такое вот прям натуральное, чтобы совсем было не видно. В принципе, он мне понравился и в работе очень даже пригодился. У меня 13-й оттенок Light Beige. Также здесь SPF 15. Это на самом деле очень-очень мало. Я бы не стала полагаться, наверное, на такой фактор. Здесь 100 мл. То есть очень-очень большой объем. Расход у него такой, ну, стандартный, средний. Я бы не сказала, что его надо прям совсем мало. И очень много. У него очень кремовая текстура. Он клево впитывается. Ощущается, что в нем есть какой-то вот такой уход. Возможно, какой-то коллагеновой основы. Поэтому совсем прям малюсенькой капельки может не хватить. Ну и также небольшой минус этого тонального крема. То, что вот этот оттенок номер 13, он самый светлый, насколько я знаю. Но я бы не сказала, что он действительно какой-то мега-мега светлый. Он совсем чуть-чуть как будто бы фиксируется в более персиковый. Не знаю, как это объяснить. То есть у него есть небольшой процент окисления, что ли. Вот не знаю, наверное, сейчас видно будет, что есть такой небольшой лососевый потон. Из консилеров у меня всего один продукт. И он мне очень-очень понравился. Это вот такой вот консилер от бренда Holika Holika. Cover and Hiding Liquid Concealer. И я сегодня как раз-таки им пользовалась при подготовке к этому видео. Это на самом деле очень классный такой бюджетный корейский консилер. Он, ну не могу сказать, что он как-то супер сильно перекрывает. Но у этого консилера настолько клевая, кремовая какая-то, очень такая мягкая и воздушная текстура. Он настолько естественно как-то разравнивается под глазами. Он не подсушивает эту зону. Он очень клево на ней смотрится. Он как будто даже немножко дает эффект расфокуса какого-то фотошопа. Да, он действительно не такой прям с супер плотным покрытием. То есть это классический консилер со средним покрытием. Я бы сказала, что это, наверное, бюджетный аналог консилера от Nars, который Radiant Creamy Concealer. Но у Nars, мне кажется, все-таки пигментации чуть-чуть, наверное, повыше. Ну и следующий продукт просто один из моих самых-самых любимых. Я рассказывала о нем уже очень много раз, но уверена, что не все видели. Возможно, кто-то пропустил. Это просто супер классный продукт. Несомненно, фаворит года. Это вот такой вот кремовый бронзер от бренда Soul Body, ну точнее бренд Color Pop. У меня он в двух оттенках. Это Light и Deep. Я взяла два оттенка, чтобы смешивать и использовать в работе на разный, скажем так, тип внешности. Но сама я пользуюсь оттенком Light, и он мне безумно подходит. Он у меня сейчас нанесен на лице. И если вы не первый день на моем канале, то знаете, что у меня отношения с бронзерами, ну такие. Я их побаиваюсь, не очень люблю, очень-очень редко использую, потому что, во-первых, я не люблю слишком много сухих продуктов на лице. Я все-таки люблю такое наслаивание крема и сухих продуктов. Мне нравится играть с текстурами. Поэтому всегда, когда я могу использовать и сделать выбор в сторону кремовых продуктов, то я скорее сделаю выбор в сторону кремовых продуктов. У него очень клевая такая, просто супер какая-то бальзамная, тонкая, кремовая, очень вкусная текстура. Просто безумно классная. Он очень легко распределяется. Он дает супер натуральный эффект загара. Даже если вы вообще не загораете, он очень классно лежит на коже. Он очень хорошо фиксируется, хорошо носится. У него есть такой небольшой как бы сияющий сатиновый финиш. То есть он не гасит естественное сияние вашей кожи. Это то, что я всегда ищу в любых продуктах, потому что у меня кожа, опять-таки, имеет тенденцию к обезвоживанию, если на нее нанести очень много сухих продуктов. И у него очень классный такой удачный оттенок, слегка тепленький, слегка какой-то даже оливковатый. И он очень хорошо подходит для светлой кожи. В общем, highly-highly рекоменд. Если вы так же, как и я, боитесь бронзеров, не любите какие-то слишком теплые бронзеры, которые слишком какими-то яркими пятнами прилипают на лицо, вы больше фанат каких-то кремовых текстур, то я очень советую выбрать этот продукт. Это действительно тот продукт, которому у меня просто по каким-то невероятным обстоятельствам тянется рука. При том, что я знаю, что я не люблю бронзеры и пользуюсь ими крайне-крайне редко. Следующие два продукта, с которыми у меня просто на 100% в ситуации любовь-ненависть. И у меня на эти продукты также есть отдельный обзор. Но даже сейчас, как-то думая о них, мне кажется, что я не совсем финальное мнение озвучила. Это вот такие вот два продукта от бренда Наташи Диноны. Во-первых, это палетка для лица Bloom Face Glow Palette, и на самом деле она мне в принципе понравилась. Я ей довольно часто пользуюсь, и в особенности вот этими двумя кремовыми рефилами. Мне нравится их смешивать, создавать такой естественный румянец. Они клево смотрятся на такой суховатой коже, как у меня. Но при этом мне не очень нравятся два нижних рефила. Вот этот рефил в качестве хайлайтера для меня слишком темный, и он оставляет полоски на моем лице, к сожалению. И вот этот оттенок как румяный я тоже ни разу, наверное, не использовала. Он слишком сияющий, он слишком подчеркивает текстуру кожи, но он мне безумно понравился как акцент на все подвижное веко. И когда я ездила в поездки, я просто брала эту палетку, и у меня была возможность сделать такой простой макияж, нанести румяны, нанести вот этот оттенок на подвижное веко, и получался такой очень красивый и свежий вариант макияжа. Но, к сожалению, получается мне в этой палетке как бы нравится 50% продуктов. И стоит ли ее покупать ради двух верхних рефилов? Ну, наверное, скорее нет. Или если у вас какой-то более загорелый оттенок кожи, и есть шанс, что вам вот эти вот два рефила подойдут. Но, в общем и целом, я ее себе оставила и пользуюсь пока что с удовольствием. А вот второй продукт меня очень-очень разочаровал. Я не смогла найти к нему никак подход. Это хайлайтер I Need a Nude Glow. Он для меня оказался очень-очень темным, с темной базой. Он дает на моем лице полоску. Он, как мне кажется, слишком каменный. Он плохо как-то набирается. Не знаю, мне не очень понравился он по текстуре, честно говоря. И мне кажется, что он подойдет гораздо более каким-то загорелым типажам. Потому что, как вы видите, у него именно блик не очень яркий. Но при этом, когда его отворачиваешь, он на моей коже, видите, дает отчетливую такую рыжую полосу, к сожалению. Ну и также не понравился мне хайлайтер кремовый от бренда Nude Sticks. Это Magnetic Nude Glimmers. Оттенок 24 карата Goddess. И, в принципе, по текстуре и по такому финишу, наверное, это красивый продукт. Это такой кремовый хайлайтер с красивым таким влажным сиянием. Но, опять же, по оттенку он мне не очень подходит. Он дает примерно такой же уровень сияния, скажем так, что и Наташа. Но при этом в тени, как видите, он дает такой прям желто-горчичный какой-то цвет. И на светлой коже, мне кажется, это прям выглядит совсем-совсем не очень. Ну и теперь сухие продукты для лица. Здесь у нас не очень много продуктов. Во-первых, это вот такая вот двушка для скульптурирования от Luxe Visage. Ideal Sculpting. Здесь два вот таких вот оттенка. Один более такой холодно-коричневый. И второй светлый оттенок пудры. Предполагается, наверное, что вы скульптурируете более темным оттенком лицо и светло используете как пудру. Я немножечко по-другому поступала. Я брала большую кисть, смешивала эти два оттенка, смешивала их крышечки. И за счет этого создавала такой, ну более, скажем так, рабочий именно для себя оттенок скульптора. В целом мне понравился продукт из-за его бюджетную стоимость. В принципе, он нормальный. Он такой немножечко более кремовый, что ли, в плохом смысле, подзалипающий. То есть он очень сильно пылит. Поэтому, когда вы его набираете, надо прям супераккуратно прикасаться к рефилу. Он такой рыхлый, вот, вспомнила слово. Он очень рыхлый, поэтому, видите, он такими даже кусочками немножко опадает. Но, скажу честно, рука у меня не очень к нему тянулась. И если, допустим, выбирать какой-то супербюджетный скульптор, который мне гораздо больше нравится, то я бы скорее, наверное, остановила свое внимание на скульпторе от Estrada. Также вот такие вот румяна от бренда The Siam Over Action Little Rabbit. В очень интересном желтом оттенке. У меня к нему, естественно, вообще не тянулась рука, потому что оттенок очень-очень странный. Я вообще не понимаю, на самом деле, для какого оттенка кожи он сделан. В целом он выглядит прикольно, но не как соло-продукт, а для, допустим, добавления в качестве такого переходного оттенка между бронзером, румяными. Но, скажем так, кто часто пользуется такими вещами, наверное, не очень много людей. Поэтому, в принципе, мне он понравился по текстуре. Но сам оттенок не очень удачный. Далее бренд Catrice и хайлайтер More Than Glow Highlighter. Вот такой вот номер 20. Оттенок Supreme Rose Beam. У меня сейчас он нанесен на лице. И на самом деле это клевый бюджетный продукт, который дает супер влажное сияние. Он, в принципе, подчеркивает чуть-чуть текстуру кожи. Но для такого уровня сияния, как мне кажется, результат довольно неплохой и интересный. То есть, да, он немножечко как бы сидит поверх кожи первое время. Но потом, по прошествии, скажем так, наверное, 3-4 часов, он как будто бы лучше впечатывается и растворяется на коже. Как будто бы как такой бальзам, скажем так. И он, на самом деле, конечно, нереально сияющий. И, в принципе, можно его похвалить лишь за то, что он при таком уровне сияния все равно с течением времени смотрится очень неплохо. Ну и оттенок, как мне кажется, безумно удачный. Для светлой кожи он не дает какого-то жесткого... Вот на руке при плотном своче он дает небольшой такой отблеск и какой-то базовый оттенок. Но, как мне кажется, на коже этого незаметно. По крайней мере, когда я кручусь, я такого эффекта не наблюдаю. Ну и последний супер-клевый продукт для лица. Это вот такая вот замечательная палетка сухих универсальных текстур от визажиста и блогера Хиндаш. И на эту палетку у меня есть отдельный обзор. Без этой палетки на данный момент просто не обходится ни один мой макияж. И так или иначе, я обязательно использую какой-нибудь оттенок. Мои самые любимые оттенки в этой палетке. Это оттенок Тен для скульптурирования. Также мне очень нравится припудривать зону под глазами более светлыми оттенками. Здесь просто потрясающие румяна. Как розовый рефил, так и красноватый. Они безумно как-то естественно и полупрозрачно лежат на лице. И в целом мне очень нравится, как придумана эта палетка. Здесь какая-то нереально редкая и просто супер необычная текстура. Здесь очень плотная прессовка оттенков. И при этом пигмент отдается супер постепенно. Он такой прям легкий, очень клево лежит на коже, ничего не подчеркивает. И я даже частенько беру эту палетку с собой для работы визажистом. Потому что здесь можно смешать буквально любой оттенок для лица, для любого человека, для любого оттенка кожи. И следующая категория это брови. Просто одна из моих самых любимых и основополагающих в моем макияже. За это время у меня появилось много новых средств. Из-за разочарований могу назвать вот такой вот маркер от бренда Focalure. С такой вот тройной щеточкой. Мне не очень он понравился. Он слишком растекается. Дает какие-то плотноватые волоски. Оттенок не очень удачный для светлой, скажем так, кожи. Он немного окисляется. И в целом не очень удобный. Поэтому его я, к сожалению, не рекомендую. В принципе, понравилось мне вот такое вот мыло для бровей от того же бренда Focalure. Я его использую с фиксатором. И с ним у меня брови очень хорошо держатся. Где-то 6-7 часов. В принципе, спокойно все продержалось. Можно сделать такой модный эффект зализанных бровей. Плюс мыло очень доступное. Стоит недорого. И продается на Алиэкспресс. Также из среза для бровей у меня появилось два вот таких вот карандашика. Во-первых, это Maybelline в оттенке блонд. И также Luxe Visage. В принципе, оба эти карандаша классные. Бюджетные. Хорошо рисуют. Дает такой естественный вид бровям. Очень мягкая у них текстура. Сейчас у меня на бровях, по-моему, Maybelline как раз таки. И Luxe Visage, в принципе, мне тоже понравился. Но им я пользовалась чуть-чуть реже. Потому что я не супер как-то угадала с цветом. И он для меня такой, наверное, красноватый, какой-то тепловатый. Вот это вот Maybelline. И это Luxe Visage. Из гелей для бровей у меня появилось два абсолютно из разной категории продукта. Это прозрачный гель для бровей. Один очень дорогой. Другой очень дешевый. Это MAC Brow Set. И также Vivienne Sabo Fixater. Что могу сказать? После использования двух этих гелей на протяжении пары месяцев. Честно, я не увидела никакой разницы. Поэтому я не понимаю, зачем переплачивать там много денег. Честно говоря, MAC держал мои брови даже как будто бы немножечко хуже. Не так качественно и не так долго, как это делал классический фиксатор от Vivienne Sabo. Поэтому мой вердикт таков, что Vivienne Sabo стал для меня несомненным фаворитом. И мой самый любимый вид продукта для бровей. Это маркер для бровей. И за это время у меня появилось вот такие вот три продукта. Сразу скажу, что просто огромнейшим разочарованием для меня выступил продукт от Catrice. Который называется Brow Definer. У меня, по-моему, ноль первый оттенок. И это просто самый омерзительный маркер, который я когда-либо пробовала. Он очень рисует плотные толстые линии. Он растекается, он окисляется. Он какой-то вообще несуразный, странный. И не знаю, я его прям просто отрицательно вообще никак не могу советовать. Это просто какой-то кошмар. И другие два маркера мне понравились. Они очень клевые. Во-первых, это, конечно же, Vivienne Sabo из коллекции, по-моему, Fleur. Или как-то так она называется. Это была весенняя коллекция. Это очень-очень тоненький, клевый оттенок. Он очень классно носится, создает такой естественный вид бровей. Вот видите, насколько он менее такой яркий и прям полупрозрачный. Сравниваю его с Catrice. И как раз-таки сейчас у меня на бровях Vivienne Sabo. Короче, вот этот продукт мне прям очень понравился. Он довольно бюджетный. По-моему, стоит где-то 300, 400 или 500 рублей. Где-то примерно в этом диапазоне. Ну и последний продукт. Это NYX Lift & Snatch. И вот этот продукт тоже очень-очень классный. У них мне особенно понравилась большая линейка выбора оттенков. Там прям их очень много. Мне кажется, штук 10. И на любой буквально оттенок волос, я думаю, что вы себе подберете. Тоже здесь очень-очень тонкая такая кисточка. Много волосков. Очень хороший, удачный цвет. Он не слишком пигментированный. Очень-очень тоненькие линии рисует. Следующая большая категория продуктов – это продукты для глаз. И начать я хочу с вот такой вот базы под тени от Urban Decay, которая называется Primer Potion. Оригинальная версия. Мне очень понравилась эта база. Я давно искала какую-то клевую базу, потому что постоянно, постоянно, постоянно пользовалась моей любимой базой от NARS. У этой базы немножечко меньше пигмента. То есть она меньше перекрывает, чем NARS. Но она создает такой приятный сатиновый, немножко сияющий финиш. Она точно так же клево держит тени. Я делала сравнительный тест-драйв в одном из своих видео. И эта база показала отличный результат. Поэтому для меня она по всем параметрам, в принципе, такая же клевая, как NARS. Но единственное преимущество NARS лично для меня, то что с NARS я могу перекрыть какие-то свои венки, сосудики. Там пигмента немножечко все-таки побольше. Но что касается стойкости, тушевки, то здесь, в принципе, у меня вообще никаких нет претензий. Также от бренда Focalure мне прислали еще два продукта для глаз. Это вот такие вот сияющие кремовые тени, которые похожи немножечко по эффекту на оттенок из палетки Pet Magrat. Это очень красивый цвет, просто он нереально круто сияет, нереально круто смотрится на веках. Но, к сожалению, он просто безбожно скатывается, что без базы, что на базе вообще ничего ему не помогает. Поэтому, к сожалению, я его советовать никак не могу, несмотря на то, что он по оттенку просто какой-то богически красивый. И также вот такая вот подводка, не с фетровым, а с кончиком в виде кисточки. Хорошо рисует линии, не могу сказать, что она какая-то исключительно черная, то есть она такая немножечко сатиновая, с сияющим эффектом. Я больше люблю матовые, наверное, все-таки подводки с матовым финишем. Для бюджетной подводки неплохая, но, как и все бюджетные подводки, ее лучше не перенаслаивать. Рисовать сразу же с первого раза, если вы так умеете. Потому что, если начинаешь ее перенаслаивать, то она начинает немножко как пленочка накладывать за слои, и она начинает как будто немножечко трескаться. Поэтому, ну такая подводка. Не могу сказать, что ужасная, но и не супер классная. Также я ни разу не показывала у себя видео, но за последний месяц у меня появились вот такие вот два карандашика от бренда KIKO. Они называются Smart Color Eye Pencil, и я в одном из последних видео как раз-таки себе делала макияж этим карандашом голубеньким. И сегодня у меня в качестве базы вот такой вот лавандовый оттенок. Я просто зашла в стенд KIKO и увидела эти два супер трендовых оттенка. Поняла, что сейчас очень-очень в тренде пастель, и я хотела себе как раз что-то такое прикупить. Они безумно комфортные, безумно кремовые по формуле, хорошо тушуются. Также вот такая вот однушка от бренда Colourpop в оттенке Frog. Это что-то типа Sparkle, такого сияющего. Из их коллекции Super Shock. Очень-очень прикольная текстура. Бюджетная клевая сияшка на каждый день. Для тех, кто любит такое вот немножечко космическое сияние, какое-то необычное, с голубыми частичками. Прям мне очень понравилась эта однушка. Ну и остались у нас с вами для глаз палеточки. У меня за это время появилось вот такие вот четыре палетки. Одна из них у меня, кстати, появилась довольно давно. Это Viseart Cool Mats. И я даже включала ее, по-моему, в видео про рейтинг всех моих палеток. Но почему-то не включила в фавориты разочарования зимы. И на самом деле очень часто ей пользуюсь. И вот даже сейчас я опять-таки взяла вот этот вот трендовый лиловый оттенок. Здесь очень клевая формула, очень мягкая. Она очень податливая, очень классно растушевывается. Просто, наверное, самая клевая формула матовых теней, что у меня в принципе есть в коллекции. И здесь вот такая вот очень хорошая нейтральная гамма для базовых растушевок. Прям обожаю эту палетку. Также у меня появились вот такие вот две палетки от бренда Colourpop. И на них у меня уже есть более подробный отдельный обзор. Но если вкратце рассказывать, то мне очень-очень сильно понравилась вот эта вот палетка That's Top. Потому что я обожаю просто талповые всякие серо-коричневые макияжи. Какие-то такие классические, кофейные. Здесь очень удачные матовые оттенки, очень удачные сияющие оттенки. И вообще, мне кажется, это просто гамма какая-то, ну, 10 из 10 лично, по моему мнению. И с этой палеткой прям максимально классно и комфортно работать. Ну и чуть меньше мне понравилась палетка Making Moves. Это вот такая вот пыльно-розовая палетка. Мне здесь не очень нравятся сияшки, потому что они уже гораздо более суховаты, чем в пыльно-серой палетке. И здесь также немножко вот такие вот странные повторки в виде одного матового оттенка и матового с блестками. Они на глазах выглядят прям очень-очень похоже. И эти блестки как-то улетучиваются. И я вообще не поняла, что происходит. Поэтому, в принципе, здесь прикольная гамма. Особенно вот эти вот верхние три оттенка. Они очень хорошо растушевываются, такие прям податливые. И, в принципе, к матовой формуле от Colourpop у меня вообще никогда вопросов не было. Но вот эти вот сияшки мне не очень нравятся. Особенно средняя. Ну и последняя палеточка. Это Наташа Динона Mini Love. Она просто не оставила меня равнодушной. И мне кажется, что я за эти месяцы красилась ей просто какое-то огромное количество раз. Здесь очень-очень классные все оттенки, наверное, кроме одного, который мне не очень понравился. Это вот этот вот сияющий спаркл. Он, в принципе, сам по себе красивый. Но лично у меня он немного подчеркивает текстуру века. Лично мой любимый оттенок – это вот этот вот сияющий. И также пыльно-розовый, матовый, такой немножко фиолетовый. Мне тоже очень понравился. Вот так вот выглядят оттенки. И у меня к этой палетке просто безумно тянулась рука. Особенно в период начала весны, чтобы создавать какие-то красивые розовые макияжи. Следующая категория – это туши для ресниц. На ней я тоже не буду прям сильно останавливаться, потому что у меня недавно выходило видео как раз-таки очень подробное с обзором туши для ресниц. И у меня появилось вот такие вот три варианта. Во-первых, это Maybelline Sky High. Также Estee Lauder Sumpcious. И также L'Oreal Bambi Oversized. И могу сказать, что вот эти вот две туши мне не очень сильно понравились. Это потому что она как-то не давала нужного мне эффекта. То есть она лично мне не очень подошла. Estee Lauder очень крутой дает эффект. Но она у меня, к сожалению, отпечатывается. И из этих трех туши моя самая любимая – это Maybelline Sky High. Она у меня очень классно держится. Создает клевые длинные ресницы. Дает максимальный эффект разделения. Хорошо прокрашивает как корешок, так и внешнюю часть реснички. У нее удобная щеточка. Такая вот силиконовая в форме елочки. Короче, для меня это из всех туши, что у меня появились за последнее время, несомненно, фаворит. Из продуктов для губ могу выделить вот такой вот огромный набор карандашей от бренда Colourpop, который у меня появился. Не удивляйтесь, почему он у меня разделен на две части. Здесь у меня одна часть с более такими яркими, нестандартными оттенками, которые лежат у меня в студии. И вторая часть – это более нюдовые, более такие красные, более ходовые, более рабочие оттенки, которые я беру с собой на работу визажиста. У меня на эти карандаши есть отдельный обзор. Там прям клевые свочи. Я все очень подробно расписала, и я постараюсь в это видео вставить свои любимые оттенки именно на губах, прям которые я супер-пупер рекомендую всем и каждому в первую очередь. Ну, из похожих продуктов – это вот такой вот карандашик для губ, очень похожий от Наташи Диноны. Он тоже гелевые текстуры, он очень мягкий, как раз-таки у меня сейчас на губах оттенок NP1 Наташа. Это очень клевый такой кофейный нюдовый оттенок, нюдовый такой пыльно-розоватый. Он очень мягкий, он как-то безумно комфортно сидит на губах, но при этом он быстро стачивается, сразу предупреждаю. Плюс он небюджетный, и у него такой расход будет прям очень-очень быстрый. У меня уже довольно-таки много сточилось, поэтому если вам нравится такого плана карандаши, то от Colourpop по текстуре очень-очень похожий. Также у меня появилось два вот таких вот бальзама для губ с оттенком. Это Charlotte Tilbury, которая у меня сейчас на губах, и она мне просто безумно нравится. Это, наверное, самый секси, просто сияющий наливные губы бальзам, что у меня был просто ever в коллекции. И вот такой вот необычный бальзам от корейского бренда Clio. На эти два продукта у меня тоже есть отдельный обзор, поэтому если вы хотите прям со свотчами, с нанесением, с подробным описанием, то тоже обязательно оставлю ссылку. Но у него есть небольшой минус, это то, что он выдвигается, но при этом не задвигается обратно. И это, конечно, очень-очень обидно за такую вот недешевую, скажем так, цену. И второй бальзам Clio, он уже имеет такой более яркий розовый оттенок. И, в принципе, он мне, кстати, понравился вместе с карандашом от Наташи. Давайте, может, вам прямо сейчас покажу. Потому что, в принципе, эффект получается прикольный. За счет того, что карандаш такой более холодный, видите, добавляешь его в серединку, и получается такой немножко корейский эффект ярких губ в серединке. Ну и последние два продукта, которые, к сожалению, не могу рекомендовать, вообще мне не понравились. Это матовая помада в пуле от Focalure в оттенке масленица. Очень-очень неудачный какой-то светло-коралловый оттенок. Он, на самом деле, выглядит нормально, но на губах он очень-очень странный. И губы, она, конечно, подсушивает просто какими-то нереальными масштабами. И также вот такая вот матовая помада, которая называется Clay. И у нее уже такая муссовая текстура, тоже немножко подсушивающая. Мне больше понравилось использовать эту матовую помаду в качестве румян, потому что она довольно стойко держится, но на губах, во-первых, оттенок. Мне такой не очень подходит, мне кажется, он слишком тепленький. И она не очень комфортно ощущается на губах. Она слишком какая-то такая суховатая. Ну что, вот такая вот просто огромная коробка средств у нас закончилась. И если вы что-либо из этих средств пробовали, и у вас уже сформировалось какое-то свое мнение, то обязательно поделитесь им ниже в комментариях. Также, если за эту весну у вас появились какие-то свои непревзойденные фавориты, или, может быть, наоборот, разочарования, то тоже обязательно пишите, будет очень интересно почитать. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok